Во-первых, место проведения Франция. Это страна с большой традицией революций, переворотов, погромов на улицах, которые потом перерастали в революцию. Но это действительно так. Я напомню вам, что сейчас во Франции уже пятая республика. И если вы себя спросите, куда же делись четыре предыдущих, вы поймете, что каждая смена формации там происходила, иногда империя остановилась и так далее. В общем, сложная история Франции XIX и немножечко XX веков. Это первое. То есть люди такие эмоциональные, привыкшие решать проблемы определенным способом. Кроме того, взятие Бастилии, это национальный праздник во Франции. То есть почва такая есть. С другой стороны, приход к власти очень странного президента. Такой молодой технократ, как говорят у нас про других людей. И непонятно, что дальше происходит. Знаете, я услышал очень хорошее выражение, сказал, по-моему, один из французских политологов, что Макрон это не представитель власти богатых, а представитель власти очень богатых. Французы действительно недовольны тем, что происходит. И здесь вот правительство Макрона решает ввести дополнительный налог на борьбу за сохранение окружающей среды. И вот действительно подорожание какое-то, 3 цента, ну такое, незначительное. И вся Франция закипела. Здесь я еще добавлю, что некая французская дама написала петицию в интернет о том, что не надо, чтобы все дорожало. И написала его в мае, но заметили только в октябре. И дальше началось, началось, началось. На мой взгляд, перед нами классическая цветная революция. То есть, цветная революция, опять же, по вашему, я же помню ваши все изречения, да, приходится. Они все обычно аспирированы. То есть, это всегда чья-то... Цветные технологии, цветные революции всегда используют имеющиеся, реально существующие проблемы. В данном случае это историческая склонность французов побузить. И реально существующие проблемы в экономике, накопившиеся недовольства от разрешения, ну не знаю, даже браков гомосексуалистов, непонятный роль Франции. Кто кукловоды? А вот здесь мы подходим к самому интересному. Вот сегодня в интернете я увидел картинку, которая очень точно отражает суть происходящего. Значит, стоит Макрон, рядом с ним господин Трамп. Господин Трамп находится в желтой жилетке и говорит, ну что, еще создаешь свою объединенную европейскую армию. Вот это суть. То есть, Макрон, которого, если вы помните, президент Соединенных Штатов Америки принимал как родного сына, пылинки в буквальном смысле в Белом доме с него сдувал, за руку в буквальном смысле вводил, вдруг взбрыкнул и начал в октябре, начале ноября говорить вполне себе крамольные вещи. Он стал говорить, что вообще-то он не сторонник того, чтобы внешняя политика по твиттеру проводилась. Понимаем, на кого он намекнул. Но это, конечно, не главное. Он сказал, что нужно создавать евроармию. Евроармия – это выход Европы из-под контроля Соединенных Штатов Америки. Ну, иначе, как вы это себе еще представите? Вот есть Европа, там стоит армия НАТО, а рядом с ней стоит некая евроармия. Представляете, лидеров нет, организации нет, только какие-то социальные сети, что тоже, конечно, немаловажно. Не может быть таких масштабных протестов без каких-либо лидеров, без организационных вещей. И самое главное, в политике не бывает случайностей. И вот Макрон, у которого дома начинает разгораться этот пожар, где все вдруг одели эти желтые жилеточки. Вспоминаем все цветные революции, там обязательно либо белая ленточка, либо оранжевый шарфик. То есть что-то, что... Отвечает людей от других людей. То есть это технология. И вот Макрон прилетает на встречу 20 ведущих стран мира. Не 220, не 2200 стран, а 20. Один из ведущих политиков мира. Ну, я думаю, что в пятерку точно войдет. И его забывают встретить. Ну, так вот, забыли, знаете, замотались. Вот у нас был чемпионат мира по футболу, сборных приехало больше, чем 20 команд. Никого не забыли. Тут Макрона забыли. И вот он спускается с трапа, и его встречает. Кто? Оранжевый жилет. Мужик в таком же... Это знак. Если, дорогой Макрон, ты будешь дальше говорить про евроармию, то вот смотри, тебя забудут. Вот вообще, тебя не будет. Если не...